Добрый день! Каждый из нас по-разному проводит свой досуг. Кто-то смотрит телевизор, кто-то собирает марки, кто-то играет в теннис, ну а кто-то занимается айкидо. Каждый из нас по-разному проводит свой досуг. Допустим, в правой руке, то она приобретает невиданную силу, с помощью которой даже ребенок или, допустим, слабая женщина может повергнуть взрослого мужчину. Получение таких возможностей привлекло в тренировочные залы Додзе многих романтиков боевых искусств, желающих немедленно научиться сосредотачивать кит. Однако мало кто из них представляет, что для достижения настоящего мастерства в айкидо, впрочем, как и в любой другой восточной системе единоборств, требуются долгие годы упорных и тяжелейших тренировок. Выдержать их способен далеко не каждый. Однако, как показал последний ежегодный всероссийский фестиваль айкидо, прошедший в начале осени в Москве, и у нас нашлись люди, для которых экзотическое единоборство стало действительно стилем, или, как говорят на Востоке, путем, которым они следуют по жизни. Сначала хотелось быть сильным, потом здоровым, а теперь это часть жизни. Часть жизни, без которой немыслимо ни психологическое, ни физическое равновесие меня, ну и окружающих меня людей. Несмотря на то, что айкидо сравнительно молодая система единоборств, корни его уходят в далекое прошлое. В древности Японии была разбита на ряд враждующих самурайских кланов, и у каждого клана была своя школа военного искусства. Потомки императора Сейву в пятом поколении, жившие в 11 веке, Минамото Но-Юсимитсу, мастер стрельбы из лука, садзюцу, владение копьем, тохо, владение мечом и тайдзюцу, самооборону без оружия. Его старший брат, Минамото Но-Хатимантара Йосия, также весьма достойный мастер воинских искусств, систематизировали секретную клановую боевую систему айкидзюцу. Помимо обычных тренировок, братья на трупах исследовали анатомию человеческого тела для того, чтобы постичь законы биомеханики и воплотить их в практику единоборств. В начале нашего века главой айкидзюцу был Сака Кутакеда, потомок Минамото, который при росте в 150 сантиметров однажды расправился с полусотней бандитов. Один из его лучших учеников, Марихея Уисиба, также не отличался внушительными габаритами, однако при 155 сантиметрах роста весил 75 килограмм. Его учеником был мастер Годзо Сиода, впоследствии основавший собственный стиль Йосинкан. В те времена школа Уисиба называлась за жестокость Дзигоку-Додзи, дьявольской школой. В послевоенный период Марихея Уисиба сменил направление своей школы с изучения жестокого воинского искусства на путь формирования личности с помощью техники айкидзюцу. Слово дзюцу обозначает технику, а слово до — путь, поэтому система, называвшаяся техникой айки, теперь стала называться путь айки или айкидо. В настоящее время глава айкидо является сын Марихея, Кисимара Уисиба, демонстрирующий свое искусство. Вот своеобразная одежда человека, практикующего айкидо. Наследие былых времен. По одежде айкидока можно с уверенностью судить, новичок он или мастер. Дело в том, что одновременно с черным поясом ученик, достигший первой ступени мастерства, получает право одеть черные штаны — хакама. Под этими штанами одето обычное кимоно, такое же, как у борцов дзюдо. Одевание хакама — целый ритуал, и если относиться к нему свято, то, как поведал нам мастер Гребенщиков, на этот процесс уходит около получаса времени. В отличие от дзюдо, в айкидо нет всевозможных зацепов, обвивов, отхватов ногами, нет и ударов ногами, милых сердцу практика каратэ-до, зато хитроумных перемещений, в том числе на коленях. И падений хоть отбавляй. Хакама ни в коем случае не должны стеснять движения. Считается, что в айкидо, как и во многих других боевых искусствах, скрытые перемещения — половина успеха, а хакама как раз маскирует таковые. Впрочем, существует и более прозаическая точка зрения на этот счет. В айкидо очень много падений, гораздо больше, чем в каратэ-до. И, в принципе, айкидо более такой грязный вид спорта, поэтому приходится одеваться. Непосвященному технику айкидо может показаться замысловатой и нереальной. Однако, на самом деле, она исключительно эффективна. Изучение техники айкидо начинается с обучения умения упадать. Ни одна тренировка айкидоков не проходит без этого. На ежегодном фестивале айкидо японские мастера, в том числе обладатели пятого дана Сенсей Каваяси и Курибаяси, и обладатель седьмого дана Сэхан Сёдзи Сэйки провели показательную тренировку, в процессе которой наглядно продемонстрировали азы техники. Первое, что бросается в глаза человеку, впервые видевшему упражнения айкидоков, это плавность, мягкость, вычурность движения и полное отсутствие агрессии. У подавляющего числа людей, наблюдающих за демонстрацией приемов айкидо, возникает полное ощущение нереальности происходящего. Атакующий на первый взгляд сам помогает партнеру, подыгрывает ему и красиво падает. Доводилось слышать и мнение многочисленных романтиков единоборств, что айкидо это разновидность балета. Отвечу скептикам, что балет скончается после первого же контакта с настоящим мастером. Кроме всего прочего, существуют разные манеры проведения приемов, и для того, чтобы сломать руку нападающему, не всякий специалист будет совершать резкие движения. Впрочем, глядя на мастера, работающего в старинной жесткой манере, и делающего акцент, или, как говорят в Японии, киме в той или иной фазе движения, трудно поверить, что найдется желающий испытать на себе эффективность его техники. В айкидо, как и в других боевых искусствах Востока, настоящее мастерство приходит с годами, поскольку человек, его практикующий, обучается все лучше и лучше контролировать свое тело и энергию, более рационально двигаться, использовать энергию противника. Поэтому седовласые сиханы, обладатели высших ступеней мастерства, без особого напряжения бросают годящихся им в сыновья, и иногда и во внуки молодых людей. Что касается подыгрывания партнёров, амплитуда и скорость полёта нападающих обуславливаются прежде всего их нежеланием провести остаток дней в больнице, а то и того хуже. Дело в том, что избежать перелома руки или шейных позвонков в иных случаях можно лишь упав в том направлении, которое задал мастер. Айкидо — это не агрессивный вид, но даже в сути айкидо заложено это не нападение. Используя айкидо, человек не может сам первым напасть. На него должны напасть по-настоящему, то есть его должны схватить, начать бить. На сегодня всё. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok